всем здравствуйте с вами на связи елене я приветствую вас на своем канале сегодня тема нашего расклада будет о деньгах в коучинге мы используем такие инструменты когда условно говоря можно одухотворить любой не одухотворенный предмет да как то так масло масляное но все-таки и частенько мы задаем такие вопросы вот как если бы ты на это очень часто задаваемый в коучинге вопрос вот и используя его я и решила сделать сегодня расклад он будет такой ну немножечко веселый может быть не веселый не знаю посмотрим как получится вот она звала его так если бы ваши деньги могли говорить чтобы они вам сказали скорее всего даже не чтобы они вам сказали то чтобы они вообще сказали на либо о вас да о вас давайте вот так назовем чтобы они сейчас исправлю о вас сказали Да, о вас сказали, либо рассказали лучше. Вот видите, вместе с вами прям создаем название расклада. Значит, если бы ваши деньги могли говорить, то что бы они о вас рассказали? Вот, вот так, наверное, назову расклад вместе с вами. Так, буду делать на колоде Тарота Шаманов и Театр Кукол. Причем самое интересное то, что финансовая энергия, она, как правило, больше такая жесткая мужская, нежели женская. А вот колоды почему-то я выбрала с такой достаточно мягкой энергией, а не такой достаточно жесткой мужской. Не знаю почему, но вот, видимо, так мне захотелось это сделать. Итак, у нас с вами будет три варианта. Посмотрим, как выпадут камешки. Так, вот так. Сделаю первый красный, потому что у нас всегда он где-то там в серединке, либо в конце выпадает. Итак, первая позиция у нас, значит, красный камешек, зелененький камешек и голубенький. Первая, вторая и третья позиции. Выбирайте вот так подвинуть вперед, чтобы вам виднее было. Как обычно, начинаю с того, что начинаю, что чихаю. Итак, надеюсь... Карта перевернутая. Благодарю. Будем здоровы. Сегодня у меня день такой, я, наверное, все время кто-то вспоминаю. Почему? Потому что... Что я чихаю. Причем самое интересное... Sorry. Никогда не могу остановиться на одном разе. Вот. Надеюсь, вас это не напрягает. И так, времени, наверное, было достаточно. Убираю без подводки, без рассказов, что такое деньги и финансы, как они работают. А вот просто сразу мы приступим к позиции номер один. Красный камешек и вопрос у нас будет один. Если бы ваши деньги могли говорить, то что бы они о вас рассказали. То есть мы смотрим сегодня, значит, на вас с глазами ваших денег. Ну, прикольно. Ой, ну, во-первых, бы они рассказали о какой-то вашей трагедии. О каком-то вашем разочаровании. О том, что вы сейчас проживаете период. Когда, знаете, здесь еще картинка такая нарисованная. Вот посмотрите, мужчина вот здесь вот в льдинке замерзший. И вот другой мужчина вот здесь вот в сером, он идет, да. И здесь получается так, что вот он идет, как зомби, да. Живет в серой какой-то своей обыденности, да. В серых буднях, вот. И здесь вот как будто бы его душа в лице некого такого духа, да. Старается до него докричать, достучать. Но вот как-то почему-то вы не слышите. Здесь ощущение, скорее всего, наверное, что деньги как будто бы хотят до вас достучаться, да. Хотят вам что-то сказать, а вы как-то вот проходите мимо них. Что же они хотят вам сказать? Прямо здесь вот такой диалог, да. Наверное, они хотели бы, либо они хотели больше заботы, либо хотели бы от вас больше заботы и больше внимания, да. Больше проявления к ним. В каком контексте, да, чтобы не бояться, да. Вот здесь вот как прям, ну, знаете, вот интересно, да. Вроде бы кажется вопрос такой, ну, несерьезный. Не то, что он смешной, но несерьезный какой-то, да. Но вот здесь вот действительно деньги прям вот разговаривают. Причем, знаете, вот взахлеб. Дорвались до беседы. Вот. И хотят здесь сказать, что на самом деле, чтобы вы не боялись. Вот они как будто бы действительно у меня пришли в образе о таком неком одухотворенном, да. С душой. И, наверное, поэтому шаманов-то и взяла. Духов. И как будто бы они, знаете, вот они вам протягивают руку помощи. Они вам предлагают ими пользоваться, да. Что-то как-то с ними взаимодействовать. Но вы почему-то находитесь в каком-то таком состоянии нежелания. Вы на них даже не обращаете внимания. Вам кажется, что сейчас, ну, это они вас так видят, да. Что вы находитесь в каком-то таком состоянии, когда вы не готовы двигаться. Почему-то какая-то разруха, да, вокруг вас. То есть как будто бы, ну, все разрушилось. А что именно здесь разрушилось, хочется спросить. Здесь по императору, да. Здесь что-то такое произошло. Здесь как будто бы, знаете, вы поставили, выстроили новые рамки для себя и заблудились. Здесь ощущение того, что вот деньги вас видят, вы как будто бы заблудились. При взаимодействии с ними, да, вот вы как будто бы сейчас, я не знаю, истощены. Что-то у вас здесь произошло, и наверняка деньги, хотя сказать, что вы с ними пока сейчас не дружите. Вы как будто бы закрылись, отстранились, развернулись от них. И здесь ощущение того, что вы как будто бы заняты чем-то другим. Чем-то другим в контексте такого, знаете, вот как будто бы грустите, переживаете. О чем-то вот огорчаете, сожалеете. То есть здесь вы немножко заблудились в своих каких-то целях. Да, вот здесь вот и даже и по башне идет, знаете, какое-то разрушение в вашей жизни. Какие-то перемены. А вот с чем они связаны? Вы знаете, вы как будто бы определяетесь. Вот я говорю еще раз, вы принимаете какие-то достаточно серьезные решения, да, и вы погружены в свои размышления. Здесь вопрос как-то связан с неким таким риском. Да, вы как будто бы что-то созерцаете сейчас, что-то взвешиваете для себя, да, как-то определяетесь. Скорее всего, куда вам дальше идти? Почему? Потому что то ли вы вошли в какой-то тупик, то ли какая-то ситуация у вас произошла, вот, и она вела вас вот в какое-то такое непонятное состояние. Но однозначно сейчас с деньгами у вас не так хорошо, не так, не так, как хотелось бы, да. А что, как они вас видят? То есть ситуацию они нам рассказали, да, здесь у вас вот как-то вы погрузились в себя. А как они вас видят, как хозяина, допустим, а вот видят вас как раз-таки как человека, который воздерживается от них. Знаете, здесь такое ощущение, что достаточно большая крупная сумма, либо вообще в общем, да, она находится вот прям перед вами, рядом с вами. И вы как будто бы вот параллельно идете, но сейчас вы действительно погрузились внутрь себя, и вот вы как будто бы смотрите на эти деньги, да, на этот канал, возможно, да, но им не пользуетесь. То есть вот вам стоит только руку протянуть, и вы можете взять, получить ту необходимую сумму, которая вам, допустим, нужна будет, да, но вы этого пока не делаете. Вы сейчас закрыты. Не то, что вот как-то, знаете, дороги ваши разошлись, нет, а деньги, они вот как будто бы сидят напротив вас, вот так как вы меня видите, но вы их, ими не пользуетесь. То есть контакта между вами нет, то есть вы находитесь в каком-то воздержании. Знаете, здесь ощущение того, что вот вы ждете какой-то результат, да, вот же, да, здесь, знаете, может быть еще такое, что вот как куда-то деньги вложили достаточно большую сумму, здесь о больших суммах идет речь, здесь не идет о маленьких. И вот ждете, как будто бы, чтобы эта сумма, чтобы она возросла, может быть, в какой-то проект, может быть, в какую-то покупку, в какую-то, ну, недвижимость, да, что-то, и ждете какого-то результата. С чем связан этот результат? Он вам поможет как-то обновиться. Может быть, это что-то, нечто новое, во что вы вложились. Здесь ощущение того, что как будто бы вы заново стали что-то строить, то ли это, может быть, новая работа, и вот еще первую зарплату, как говорится, не получили. Может быть, это какой-то новый проект, но вот вы, знаете, как-то вот опустошены были, да, и по башне у нас там тоже показывало разрушение. И вот вы же ждете каких-то результатов, да, вот начинаете с самого начала строить. И сейчас пока, вот пока вы ждете, у вас на самом деле нет ни сил, ни энергии. И вот деньги вас видят человеком, который пока не готов ими пользоваться. То есть у вас даже, понимаете, вы их не замечаете. Они есть, они есть в вашем пространстве, но вы их не замечаете. И вот мне хочу спросить, а почему вы их не видите? Во-первых, у вас нету ресурсов сейчас, вот этой вот энергии, да, чтобы заметить. Допустим, если у вас проблемы со зрением, для того, чтобы что-то хорошо увидеть, вы одеваете очки, да, для того, чтобы четче увидеть объект, который вам необходим. Здесь ощущение такое, что вот вы как будто бы очки сняли, и вы не видите четко, но деньги в вашем пространстве присутствуют. Хорошо, как они вас видят? Вот я спрашиваю, они свою историю рассказывают. Ну, они вас видят человеком, который способен ими управлять, да, то есть у вас есть все навыки, вы можете ими управлять, вы можете с ними взаимодействовать. Причем, знаете, вы хороший такой достаточно руководитель, да, деньгами. Вы можете управлять, вы можете, знаете, вот если нужно куда-то вложить, да, если можно где-то сэкономить, если нужно, то там, я не знаю, как-то преувеличить, найти деньги, ну, то есть вы способный человек, да, у вас связь есть. Вообще, в общем, это, возможно, сейчас этап такой. Да, это этап сейчас у вас такой, понимаете, у вас не хватает эмоций, да, у вас не хватает энергии, и из-за того, что не хватает этой энергии, вы не можете увидеть сейчас денег. Вы их не видите. Хорошо, еще раз спрошу, мне интересно, вот как они вас видят, но почему-то они рассказывают вот здесь свою какую-то историю, потому что им как-то важно. Как же деньги вас видят, что они хотят рассказать о вас? Ну, что деньги, допустим, к вам приходят циклично, да, то есть у вас нету такого постоянного стабильного потока, да, либо приходит какой-то вот как всплеск эмоциональный, вместе с ним приходят деньги, либо уходят, либо вы здесь, знаете, еще что? Вы, возможно, любите откладывать деньги, да, чтобы чувствовать вот какую-то вот уверенность, возможно, да, там на завтрашний день, там на какие-то нужды, то есть вы не тот человек, который, знаете, вот энергия, она проходит, а вы как-то вот, знаете, вот получили сумму, отложили, получили сумму денег, отложили, то есть вы больше как будто бы как некий такой вот накопитель денег, то есть нету постоянного потока, движения нету, а все связано с тем, что у вас почему-то интереса нету, либо вообще у вас по жизни нету интереса, ну, то есть деньги у вас не стоят на, как самая главная ценность, да, ну, то есть есть и есть, то есть не хватает на нужды, и все прекрасно, то есть вот здесь вот как будто бы вы отвернуты, от денег нету какого-то интереса, вы знаете, вы даже больше повернуты к знаниям, я бы так сказала, то есть у вас в приоритете немножко другие ценности, ощущение того, что вот, знаете, у вас как деньги приходят, вот вам надо вот какие-то ваши желания, под какие-то ваши нужды, вы подумали, оп, пришла необходимая вам сумма, да, либо какое-то предложение, которое, с помощью которого вы получите необходимую вам сумму, да, либо какие-то подарки приходят, либо какие-то пособия, то есть они приходят к вам, знаете, большими суммами, как раз на то что вам нужно а как только вы это получили потом период когда нету денег да и надо как-то вот немножко экономить вот здесь вот вот так и это только потому что хотя вы умеете управлять деньгами и хотя вы умеете с ними взаимодействие но здесь такое просто ощущение что вы не ставите себе цель вот если бы вы поставили цель да то здесь у вас акцент больше на другое хорошо как еще вас видят ваши деньги но вы вот я же говорю вы деньги зарабатываете путем притяжения до скорее всего у вас хорошо работают мысли формы вы себе что-то придумываете да в голове как-то создаете ту необходимую мысли форму и на нее приходят вот необходимая вам сумма здесь вы владеете вот этим вот законом притяжения да вы притягиваете возможно к вам приходят деньги от партнеров возможно ну от кого так не то что обязательно вы зарабатываете да каких-то может быть совместных боже мой как он называется проектов до либо возможно ваш муж либо ваша жена помогает вам в этом ну то есть вы не в одиночку хорошо что еще давайте вот эту колоду что еще хотят сказать нам деньги о вас чтобы они о вас рассказали что вы за человек вот мне интересно да вы как человек но вы спокойны да по своей натуре вы достаточно спокойные вы расслабленный человек вы любите удовольствие вы а не конфликтный человек вот прямо специально чтобы дам вы их не избегаете но вы специально не вызывайте конфликт вам больше внутренние ваше равновесие ваше внутреннее спокойствие она важнее она главнее вы не очень-то любите перемены не то что вы как-то против них да но вот осознанно вы в перемены не идете ну то есть если они случатся вы сможете адаптироваться вот вы не тот человек который начинает там паниковать что мне делать как не быть но при этом вы как я говорю у вас знаете это может быть даже и с эмоциями да здесь ощущение того что вот вы можете копить обиды да то есть когда-то что-то вот у вас происходит с людьми вы им сразу напрямую не говорите а вы как будто бы держите ну вот может быть есть убеждение того что человек сам поймет да со временем я бы допустим отстранюсь и он сам задастся вопросом почему ты отстранился и придет ко мне выяснять отношения вы человек который вот копите эмоции вы копите какие-то вот обиды может быть недосказанности до держите в себе вот и таким же образом вы копите и финансы то есть что деньги что эмоции вот здесь вот прямая связь идет не вот может быть даже в доме вот вам есть такое ощущение вот а пригодится чего-нибудь нашли да ну и не знаю что-то поломалась у вас да а вот эту детальку я продержу вдруг она мне пригодится да то есть вот такое ощущение есть то есть вы такой тип который собираете собираете может быть даже и знание вот принцип такой что пригодится вот здесь вот казалось бы с одной стороны может быть это было бы достаточно практично но вы не тот человек который работаете руками вы человек который интеллектуал и здесь возникает вопрос зачем копите ну вот какие-то предметы которые вам ну уже иногда приносят дискомфорт например электронную технику да то есть можно было уже купить новый гаджет но вот вам как-то не то что жалко а вы не я бы не сказал что вы жадина по натуре просто думаете ну ну работает и работает зачем типа но обновлять на если пока еще не сломалась а если она работает то ну и не сама зачем мне что-то менять то есть вот здесь вот вопрос того что вот у вас вопросы энергии не обновляется иногда застаивается да может быть и психосоматики это выражается на некие такие застои бывают периоды когда жидкости да вы держите в теле ну вот опухаете да там подошвы стопы прошу прощения подошвы горы стопы стопы ног да то есть вот здесь вот как-то иногда бывает такое может быть утром просыпаетесь отечность до бывает на лице вот это вот все про тот формат как вы устроены да про некое такое вот накопительство еще расскажу вы не жадный человек то что вот вы скупы и я держу потому что допустим ну я жалко жалко купить что-то новое нет не то что вы скряги а вот это вот а вдруг пригодится вот это вот она у вас есть и поэтому вы даже понимаете здесь ощущение того что вы с деньгами это напрямую не взаимодействовать не то что вы с ними не дружите а здесь так вы не ставите себе цель вот если бы вы поставили цель вы бы были бы очень богатым человеком а пока вы просто ну деньги приходят а вы не знаете куда их вложить да как вот преувеличить этот доход как сделать его пассивным да чтобы ничего не делали оборудышей у вас такого нету но если бы вы задались целью потому что у вас есть это способность вы бы смогли это сделать поэтому когда к вам деньги приходят вы просто откладываете до в сторонку не то чтобы на черный день либо еще что то нет просто вы откладываете пускай лежит а пригодится я потом это сделаю но вы не ставите цель увеличить то что к вам пришло как что еще вас рассказывает о чеке а чела как о человеке новый человек который там любите себя накручивать до любить там придумывать о себе вот но мы больше человек я же говорю который занимается своим каким-то внутренним поиском до внутренняя гармония она для вас нужна каким образом вам приходят деньги вот я хочу спросить вот ведь опять таки через коммуникацию через какие-то общины ну то есть через большое количество людей либо а вы работаете с большим количеством людей до с клиентами либо как-то может быть и за границей откуда-то приходят деньги да то есть от других людей от людей отличных от вас либо под статусу либо по вероисповеданию либо по ну в другой экономический класс да то есть намного выше возможно вас вот но здесь обязательно через какую-то коммуникацию либо когда вы совместном каком-то проекте находитесь либо когда вы как-то взаимодействуете с людьми да но при этом вы как-то себя чувствуете не очень-то и уверена да ну то есть понимаете здесь вот у меня идет такое ощущение что не то что вам трудно деньги зарабатывать вот даже это не лень а здесь вот как бы так вам объяснить то это состояние она вам некомфортно да то есть вот сидеть заморачиваться вот что там расписывать какие-то планы как надо делать ну пришли пришли вот как умею так и зарабатывать здесь проходит еще какая-то неуверенность дело в том что еще расскажу а у вас намного больше потенциал чем вы зарабатываете но в раза три это точно то есть если вы допустим там зарабатывать к примеру 15 тысяч да то возможно вот вы будете зарабатывать там я не знаю могли бы зарабатывать там 45 и 50 тысяч рублей то есть но вы не уделяете должное внимание деньгам вот какие у вас отношения с деньгами отношения у вас ну вот я же говорю по четверке пендакли и вот вы вроде бы идете в новое да что то хотите сделать но при этом боитесь потерять то что вы уже наработали то есть вы не тот человек который будет там рисковать и там на бирже как-то выкладывать деньги ну вот как она там это называется да то есть вы не 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 такой человек нет вам и вы ну вы не человек который может породить какие-то идеи но вы не практик в контексте того что вот вы не будете совершать какие-то дети действия вы больше я бы сказала такой идейный вдохновитель да как это можно было сделать может быть что-то рассчитать посмотреть вот но вы не такой человек слишком даже иногда фантазируете да фантазируете там себе придумываете какие-то идеалы да может быть мечтаете о деньгах хотя нет так что еще что еще хотят вам сказать могут рассказать о вас деньги так рост развития ну вот видите я и говорю то есть вам больше ваша такое знаете вот духовное да я бы сказала развитие важнее нежели материальное вы достаточно легко давайте так скажем а относитесь к деньгам достаточно поверхностно я не буду говорить что это как-то по-детски но вот вы не привязываетесь к деньгам хотя да опять таки противоречие здесь знаете даже скорее всего не противоречие а здесь может быть такое то есть пришла к вам большая какая-то сумма и вы ее с легкостью можете потратить я не знаю на любые шалости нам любые прихоти которые у вас появляются на любые эмоции достаточно эмоциональные покупки можете совершать а потом когда наступает период когда нету денег в этот период вы будете с крякой да то есть вы с легкостью можете расстаться с большой суммой но при этом малую сумму вы будете вот прям экономить считать на либо как-то можете на подарок для какого-то другого человека там огромную сумму отвалить а на себя как-то вот что-то жалко да то есть вот такой вот иногда несостыковочка все я даже не могу сказать здесь не то что вот вы на эмоциях как так так поступать а здесь вот как-то вот по ситуации вот как получилось так получилось но здесь вот однозначно такое присутствует опять-таки да но при этом вы можете например изучать как там как можно зарабатывать деньги либо притягивать деньги своей жизни да то есть вот как-то через знание да вы это можете сделать какие-то вот там мантры да что-нибудь духовное развитие о том как деньги эта энергия как с ней можно взаимодействовать вам вот это вот нравится да все что касается изобилия протяжения а вот что практичные давайте куда там заработать вложить там вот это вот это это не ваша да я бы сказал что вы больше теоретик нежели практик вот она сейчас на сегодняшний момент как у вас ну мы по-моему посмотрели что не очень-то хорошо у вас деньгами как у вас сейчас дела обстоят так укрепление да хорошо я вижу и погружение но вы по крайней мере сейчас вкладываетесь да я уже говорила по моему ранее да о том что вы ждете каких-то результатов что-то сделали вы работаете вы работаете над этим да там ухаживаете выращиваете но при этом есть какие-то вы знаете не то чтобы страхи а вот иногда вы уходите вот в эту вот семерку жезлов здесь как-то себя накручиваете придумывать о чем с чем это связано ну вот вам скучно ну скучно бывает вообще сам процесс которые связаны с финансами я же говорю он вас не не воодушевляет то есть когда нету денег да вы о них думаете а когда вроде бы нормальный налаженный поток ну как-то на другие вещи обращаете внимание здесь они ну это не тот момент когда куда бы вы хотели обратить свое внимание вот вот такая вот у нас была первая позиция я думала мало времени прошло оказывается нет забываюсь я немножко в потоке хорошо так 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 с вами сейчас переходим это была у нас первая позиция кроме красненький камешек отпишитесь потом не будет интересно вот а у нас значит позиция номер два и зелененький камешек если бы ваши деньги могли говорить чтобы они о вас рассказали чтобы они о вас рассказали холодно здесь как-то с деньгами у нас и сердце у нас болит и желание наши никак не могут реализоваться и и все вы переживаете по поводу денег и вот все волнительно у нас да и кто бы она здесь позаботился кто бы обратил на нас внимание что-то вы в каких-то у меня здесь переживания каком-то своем разбитом сердце а потенциал свой не используете на как-то вот боитесь вы сами себя боитесь да в контексте денег на самом деле да мы не используете свои какие-то творческие способности до свои какие-то идеи вдохновения да вот вы ими не пользуетесь вообще все что связано с деньгами вас очень медленно развивается прям такая текучесть как вода а хотелось бы чтобы все было оно в движение у вас как-то иногда бывает застойно застойно все с кубками понимаете вот здесь вот ваши деньги они напрямую связаны с вашими эмоциями с вашим состоянием с вашим настроением прям выпали ну вот выпал туз кубков дам семерка кубков король с королевы десятку кубков прям очень много кубка выпадает и мне интересно и хочется спросить что и имеет ввиду деньги на на это чё что они хотят нам сказать почему такая кубковость и вот каркан умеренности да ну вы не тот человек который для которого деньги прям столь важны либо они к вам приносят какой-то некий дискомфорт знаете как-то вот ощущение у меня такое что вот вы сами по себе а ваши деньги они сами по себе до что либо кто-то заботится о вас и вот все что связано с деньгами с оплатами счетами это вообще не ваша на либо вы хотите достичь такого момента когда вот вам будет спокойно когда вы можете погружаться в себя в свои какие-то мечтания фантазии да и и деньги чтобы они шли ну как-то сами по себе ну вот и опять 8 я же говорю все кубки одни кубки здесь ощущение того что вот вы как-то свои мечты не реализуете да иногда грустите переживаете что вот а можно было бы и так вот я могла бы на этом деньги зарабатывать но здесь понимаете здесь ощущение того что вам не хватает какой-то структурности да вам не хватает логики вам не хватает дисциплины постоянства какого-то настойчивости до упертости может быть вы не тот человек который будет там заниматься целеполаганием и достиганием каких-то там больших сумм денег нет вы не тот человек хорошо а вас что они хотят сказать вам вас выпадает маг ну сложно вот вам сложно реализовывать какие-то свои желания в чем эта сложность стремит эта трудность либо вы считаете что вам не хватает знаний либо вы боитесь либо здесь вы боитесь как-то взаимодействовать структурой вы боитесь что возможно будут какие-то осуждения да то есть здесь есть какие-то правила мне такое ощущение что возможно есть кого-то убеждение что деньги это зло да что деньги они будут как-то здесь вопрос власти и денег они у вас напрямую связаны то есть здесь вот ощущение того что вот я прям хочу взять у вас колоду сценариев и посмотреть здесь вот ощущение того что вы боитесь денег причем боитесь большой суммы да потому что либо вы боитесь попасть под влияние человека что когда допустим у человека есть большая сумма денег он имеет власть над вами вот здесь вот какие-то такие убеждения у меня идут непосредственно связаны с силой на то сила и деньги вам хочется спасить а что здесь за убеждения по поводу денег и опять разбитое сердце выходит почему вам деньги разбивают сердце конкуренция вот знаете вот какая-то борьба да то есть вот я же говорила здесь вот вопрос борьбы соперничество конкуренции и вы как будто бы всегда проигрываете вот в этих вот битвах и либо из-за денег у вас здесь могут быть ссоры либо и из-за денег у вас идут здесь какие-то разногласия с людьми семьей может быть разногласия да вы никак не можете договориться по поводу денег либо какие-то проблемы были связаны с деньгами что еще вот страх я же говорю здесь идет страх вы боитесь денег потому что с деньгами у вас есть не очень приятные ситуации кто-то кого-то может быть подставил но здесь не про предательство а здесь именно про страх больших денег поэтому вы так сильно беспокоитесь то есть вам легче вот по умеренности да когда у вас нету денег вот вам как-то спокойно а когда появляются деньги вам очень тревожно с чем связано это тревога давайте посмотрим ну вот вы потом как будто бы не чувствуете удовольствие от жизни обычно люди с деньгами да и приносит удовольствие а здесь вот как будто бы это влияет на вашу жизнерадостность то есть вы перестаете потом быть такой какой-то вот позитивный радостный деньги у вас забирают понимаете очень много волнения здесь на забирают очень много энергии и вот вы-ка надеете что если можно было бы до чтобы я хоть разом один раз выиграл какую-то в допустим суммы больше мне не нужно будет работать то есть здесь две категории людей до 2 потока либо один поток говорит о том что нет я не хочу деньги это зло я боюсь вот меня деньги это не безопасно а вторая категория она просто мечтает фантазирует о том как я приду к тому моменту когда у меня будет много денег то есть опять-таки фантазию да то есть опять в эмоции уходите кто-то избегает переживает а кто-то наоборот фантазирует вот здесь вот подвешены у вас взаимодействие с деньгами не очень-то хорошее вот вы я хороший я имею ввиду то как вы воспринимаете деньги они вам интересны но не более того да здесь ощущение того что вот деньги приносят вам разрушение вашу жизнь хорошо что же вам нужно здесь делать чтобы как-то ваш канал с деньгами настроился как-то вы научились взаимодействовать ну вот здесь нужно просто трудиться понимаете трудолюбие то есть некая такая дисциплина порядок не принуждения а именно постоянство вот вам не хватает постоянство стабильности что еще вам не хватает сила вот сила воли вам не хватает ну здесь вот страхи страхи одни страхи проходят или не хватает легкости вот именно в заработке понимаете здесь ощущение того что вот вы боитесь вы даже день за деньги не держитесь вы к ним даже не прикасаетесь на если такое ощущение что мне нет подальше я не хочу да подальше то есть мне что нужно то есть и вы не будете просить деньги как таковые чтобы зарабатывать а здесь ощущение того что купите мне продукты да то есть не надо мне денег что пойти покупать продукт а купить мне лучше продукты либо ну товар дайте мне лучше этого нежели деньги в руки потому что я не умею с ними распоряжаться я боюсь я боюсь что их потрачу а здесь знаете еще у меня кого-то идет в детстве это у кого-то было такое что маленькому вот я вижу девочка маленькая то ли вас обманули в магазине в супермаркете и вам неудобно вы вас родители за это потом ругали вы чувствуете себя вот полной дурой вот оттуда куда-то вот пошло вот это что типа что-то не можешь считать то ли украли дети какую-то сдачу вынесли домой и потом вас за это ругали но здесь вот поэтому вы деньги в руки брать не хотите а вот здесь вот такое вот ощущение не надо они мне приносят дискомфорт и неудобства здесь вот как раз к вот это вот стабильности и постоянства не хватает чтобы вы кого-то вы знаете почему постоянно чтобы вы привыкли к деньгам я чтобы для себя именно осознали что когда у вас в руках деньги есть это не опасно неважно какая сумма а вот здесь вот хочется сказать что больше держите деньги в руках дома когда есть такая возможность до получили там зарплату либо есть деньги просто и держите и общаетесь с ними разговаривайте то есть приучайте себя чтобы не не бояться денег потому что здесь есть вот этот страх они вас как видят они вас видят кубковым человеком они вас видят тут смотрите здесь иерафант выходил и вот здесь вот вера выходит что вот вы прям такой ну вот я же говорю здесь как будто бы деньги это зло до такой вот прям верующий человек на прям ну для вас вы может быть вы даже боитесь что деньги вас испортят не что деньги что вот вы допустим как мы говорим да не сотвори себя куми для себя кумира вот как будто бы вы боитесь что деньги вдруг не дай бог станут для вас кумиром и вы испортитесь как человек на перестанет то есть здесь ощущение того что до денег нету да я могу как-то двигаться а вы когда деньги будут вдруг я потом стану лентя и мне неинтересно будет жить смысла жизни потеряю управление управление с чем на самом деле у вас есть эта способность да но вот вспоминайте в детстве что у вас произошло здесь какая-то детская травма здесь мне показывает какая-то детская травма идет которая вот перекрыла вам это вот здесь это не очень-то негативное восприятие денег чувство вины да вот я говорю вас как будто бы за что-то ругали да как-то вот несправедливо с вами поступили у вас вот этот вот шаблон остался до что лучше подальше от денег а деньги а деньги на вас обижены это мне почему-то такое такое ощущение нет здесь понимаете такое ощущение что деньги вам говорят а да нет приходи приходи ко мне да мы с тобой будем общаться на все хорошо с тобой будет то есть не бойся я тебя научу как как со мной общаться да на равных то есть ты это для тех кто боится стать что деньги станут для него кумиром и вот это вот как-то вот неправильно да то есть ну не нужно надо вот я говорю здесь какая-то вот аскеза все такое вот вы каком в каком-то воздержание вот идете финансы может быть вас учили так не проси большего вот именно тем что есть вот как-то экономить вот а деньги вам говорят немножко о другом говорят о том что ну не надо меня нас бояться вот мы с тобой и сможем подружиться все и кей то есть мы тебя не испортим не бойся все будет хорошо это больше достаточно изобильным то здесь знаете здесь причине если у вас есть проблемы с финансами причина она просто ваших страхах да именно в том формате как вы воспринимаете деньги я бы так сказала то есть здесь нужно немножко поработать вот с какими-то своими детскими установками ну вот какая-то травма была в детстве это не то что вот вашей семье была модель и вы ее переняли нет это ваша личная какая-то травма это ваше личное какое-то убеждение да вы себе и поскольку вы чувствуете опасность деньгами да поэтому вы от них отстраняетесь вам так легче вам так удобнее хорошо позиция номер три последняя голубенький камешек если бы деньги могли говорить чтобы они о вас рассказали расскажите нам о троечках ну здесь у нас идет смерть и начало да то они бы рассказали вам историю о том как вы трансформировались как вы переживали разные этапы почему вы легко относитесь к деньгам как вы не привязываетесь как вы трансформировали да как вы оставляли вот этот вот мир материи позади и шли в мир духовности и потом в этом мире духовности заново учились соединяться с материей да то есть заново здесь как будто бы шло перерождение касательно до касательно денег то ли вы пересмотрели что значит вот изобилие плодородие да не только в деньгах а вообще богатство здесь как будто бы вас произошел пересмотр этого вопроса да что есть для вас изобилие что есть для вас деньги да вы изучали здесь вот этот вот вопрос денег вы изучали да как будто бы вас кто-то у кого там возможно здесь в семье в роду были люди достаточно богатые вы узнали об этом и как будто бы вот этот вот вопрос изучали как они стали богатыми либо наоборот как они потеряли эти деньги потому что здесь у меня ощущение некой такой повторности что кто-то у вас либо в роду либо в семье либо вы сами была такая некая цикличность когда вы периодически теряли большую сумму денег и начинали все заново здесь вот вопрос знаете никто не в деньгах а здесь вопрос заключается именно в обучении того как во первых вас обучали не привязываться к материи это один момент а второй момент вас обучали как можно заново это выстраивает допустим вот свою ну свое изобилие до свое благополучие это бывает иногда когда знаете как же их по-русски то но бизнесмены которые теряют допустим свой бизнес а потом за какие-то сосну считанные сроки они заново с нуля создают новый бизнес ну то есть навык остается да умение создавать и вот здесь вот вам как будто бы показывают именно выработать вот этот вот навык создавать не то что у вас сама цель стоит финансовая нет а здесь как будто бы вот вас обучают уметь создавать заново то что вы хотите то есть теряете деньги и потом через какой-то период вы заново научаетесь их причем больших таких сумок достаточно получать да здесь вот вы как будто бы строить или да то стоит вам только что-то вы строите и вы не успеваете наслаждаться у вас с анрого это отбирает вот для того чтобы вы стали вот как раз и хорошо стояли на ногах до здесь знаете это все дело для того чтобы вы не привязывались потому что скорее всего вас есть привязка матери чтобы не привязывались к материальному миру чтобы не привязывались деньгам вот и вас это знаете забирает это чтобы как будто бы намного легче стали относиться ну потеряла потеряла ладно я умею я заново заработаю здесь у кого-то может быть с разводом да то есть был дом была квартира была семья все такое благополучие а потом развелась и осталось без ничего на женщины надо ей заново выстраивать вставать за ноги на ноги да вы достаточно сильные люди на деньги здесь о вас говорят что вы сильный человек иногда взрывоопасный такой очень эмоциональный срываетесь вот но вы по своей натуре огненные вы по своей натуре такие продвижные подвижные амбициозные да но не привязываетесь уже к деньгам видимо это было раньше вы огонь у меня здесь огненные до солнечные вы лидеры то есть вам возможно даже важны деньги как средства власти умение влиять и давлеть хочется сказать на другими людьми то есть это вот просто средства для кого-то это средство возможности для развития а вот для вас это вот проявление статусности какой-то до умения выделиться да умение вот кто-то здесь хочет вот именно деньгами доказать может быть своим предкам своим родственникам что вот я смогла да я смог и это сделал я встал на ноги без твоей какой-то помощи то есть здесь вот некая такая статусность очень очень важно то есть не потому что вы деньги любите а потому что вы любите именно вот эту вот силу которая дается с помощью денег и деньги говорят что они вот от вас уходили да если не один раз то несколько точно было тогда когда вы теряли абсолютно все абсолютно все и начинали может быть кто-то здесь переезжал в другую сторону страну в другой город дали бы опять-таки говорю какие-то разводы возможно были банкротства ну то есть теряли все теряли все так надо было да по справедливости то есть так было задумано высшими силами так интересно я сегодня расклад карты складываю как-то вот шахматном порядке очень интересно никогда так не делала да то есть не знаю вам видно или нет всех как-то вот шахматном порядке раскладываю обычно у меня все в кучу заметила так а почему потому что ассоциация до шахматы это всегда про математику а математика это всегда про деньги деньги любят счет здесь вот приходилось вам жертвовать страшно было страшного деньги вот рассказываю да страшно было но вы смогли примириться вы смогли смириться с какой-то ситуацией найти общий язык успокоиться внутри себя вот и по крайней мере если сейчас находится в этом этапе да вы придете к изобилию да вы придете богатство вот чем меньше денег тем меньше страхов тем больше денег тем больше у вас страхов появляется и забот хорошо что еще красиво выложила ешкин кот сама не знаю почему что еще хотят деньги о вас рассказать но деньги вам дают вас мы либо вы ищете поясда у вас сейчас поиск как как бы заработать как бы увеличить свои доходы причем вы это делаете не спонтанно а вы это делаете целенаправленно вы ищете всевозможные знания да вот и императрица для того чтобы возможно какие-то новые проекты придумываете да для того чтобы расширяться для того чтобы приумножать вот вы сейчас видимо в таком этапе находить когда хотите приумножить на ваше отношение к деньгам поменялось вы стали уже более заботливые да вы уже с уважением относитесь к деньгами не так легкомысленно вы уже понимаете смысл единения то есть вы уже научились духовное соединять с материальным да то есть вы уже понимаете что в одиночку сложно надо обязательно чтоб кто-то и это кто-то не обязательно чтобы было физическое лицо да вы как-то можете объединяться здесь как-то вот единое поле у меня идет да кто-то выходит на более информационное поле энергетическое считывает оттуда какие-то идеи и их воплощает на ну то есть пользуется там кто-то хрониками акаши да вы уже любите разделять вот эти вот свои эмоции до от результата с другими с другими людьми то есть в аль деньги уже приносит вам удовольствие уже не столько трудности какие-то да вот сказала только трудности и вышла карта коллапса вышла карта трудности и сложности с чем это связано а иногда у вас бывает так когда деньги замораживаются то есть ну нету денег и вот это вот для вас действительно трудно и тогда вы вспоминаете те свои свой прошлый опыт по жизни на когда вам было трудно когда вам было сложно и у вас такое вы знаете окаменение некое происходит что-то вопы застыли ох не дай бог будет опять то есть а потом когда деньги идут вы как будто забываете опять живете по новому вот периодически вас как будто бы возвращает прошлое как это было как вы видите деньги что вы нам расскажете о своем хозяине это что вы сейчас находитесь в равновесии ну по крайней мере старайтесь держать материальное и духовное дать быть в балансе быть равновесие на вот ваше отношение к деньгам изменилось понимаете вы уже более как-то добродушные радушные стали вы уже понимаете что источника ваших денег о это и есть вы сами ваше внутреннее состояние на иногда вам конечно же прилетает бумеранга за то что вы где-то что-то ушли от равновесия где-то что-то накосячили вот но в принципе когда вы ставите какую-то цель для себя да вы ее можете получить конечно прикладываете усилия но здесь еще не того что вы уже научились да то есть смысла раскладывать дальше карта нету здесь карты говорят о том что вы прошли какой-то это да и вы уже понимаете как нужно взаимодействовать с деньгами что у вас финансовым потоком давайте спросим ну вот в обмен я говорю вы научились взаимодействовать да то есть вы понимаете вот этот вот принцип принятия и отдачи до что отдают а и принимаю вот раньше вы больше принимали до мало отдавали а сейчас у вас уже причем знаете это в рамках равной степени да вы четко знаете вы уже себя бережете вы лишнее уже не отдадите уже нету такого что вот вы езжали на вашей доброте либо еще как-то нет вот здесь вы как будто бы научились да научились на много работали в жизни вот вы очень прямо трудоголики много работали и у вас была вот это вот темная история тяжелой работы вот это сизы в труд я вкладываю вкладываю никаких результатов не получаю да вот это вот самопожертвование вы тоже проходили своей жизни когда я все на себе тащу вот этого скорее всего для тех кто в разводе был да вот то есть семейный же все на себе и работа и дети и все и я и я и обрати на меня только муж внимание какая хорошая хозяйка и мать и так далее так далее и я вот это вот жертвы вот это вот вы уже прошли либо кто-то из вас сейчас уже проходит здесь уроки были вместе такой знаете не выражены подавленной некой такой агрессии потому что вы огонь а если вы неправильно выражали свою энергию не умели ей пользоваться на борту подавляли то здесь вот были уроки вам стиле и вы мстили до желание быть особенно ну здесь вот вы прорабатывали эти свои уроки и к чему вы это я не вижу что это вот вы сейчас очень маленький процент может процентов 30 кто выбрал третью позицию эти уроки в рахой потому что мне кажется что вы здесь все-таки эти уроки прошли как вас видят деньги что они хотят рассказать о вас а вот сейчас если вы выйдете на свой путь видите карта повторяется единство у нас там было единство именно на свой путь единение до кого-то вы понимаете находитесь балансе между духовным и материальным именно в балансе что это значит это значит а когда вы четко понимаете что духовность душа есть во всем во всем материальном то есть все одухотворенной и кто как вы относитесь к вещам то как вы относитесь к людям к предметам к миру вообще то есть это по сути и есть то духовное да во что вы верите то есть она просто принимает другую форму и вот когда вы понимаете что только в голове нашей есть вот это вот разделение да на некую двойственность на хорошее плохое на можно нельзя разрешаю запрещаю мы как только вы вот этого понимаете что это только есть у нас в голове вы сразу отделяетесь от мира материального но здесь вот у вас такое ощущение что вы пришли вот к этому единству либо кто-то из вас должен прийти в своей голове в понимании да что есть единство и начнете выполнять свое предназначение предназначение в контексте того дела либо в контексте того для чего вы родились то есть это вы сможете понять из своего детства до с детства наше предназначение она прям с детства видно а наши хобби наше предпочтение до 10 действует что он нравилось заниматься до чем вам нравилось заниматься в день в детстве то есть какие-то ваши способности до какие-то ваши таланты они должны реализоваться до дух творения то есть вы как будто бы деньги к вам будут приходить да это тоже формат духовности через ваше творение а ваше творение она придет через ваше действие через ваше хобби через то чем вы занимаетесь и опять таки это не обязательно если вам кажется что вы занимаетесь не своим делом поменять просто свои отношения не надо менять дело надо поменять отношение к тому чем вы занимаетесь найти в нем какой-то смысл какую-то духовность да потому что вы не случайно занимается вы не случайно выбираете ту работу которой вы занимаетесь и вот когда вы к своей работе там где вы находитесь поменяется немножко отношения да и увидите что это тоже является каким-то действием, то есть, допустим, ну, условно говоря, дворник, он тоже, это его предназначение, да, то есть очищать мир, то есть, если напрямую кажется, ну, дворник, где, что это за предназначение такое, да, как-то вот не совсем укладывается в нашем эго, для нашего эго это не совсем то, то посмотрите намного шире, да, человек чистен, благодаря этому он является неким таким чистильщиком, да, то есть, кто-то очищает энергию других людей, а кто-то очищает природу и пространство, то есть, это тоже важно, как недавно, например, я увидела такое понятие о том, что бомжи, они тоже являются чистильщиками, потому что они выбирают вот именно, ну, разделяют мусор, условно говоря, да, на помойках расчищают, там, стекло от металла и так далее, и так далее, то есть, у них тоже свое предназначение даже в том, ну, как может быть, на первый взгляд, да, как-то вот низменно кажется, да, для нашего эго, опять уточняю, для нашего эго, для нашего ума, что типа, ну, ты бомж какой-то нижнего сословия, но на самом деле они тоже являются некими такими чистильщиками, вот поэтому здесь вопрос то, что вы делаете, найдите какой-то глубокий смысл для себя в том, чем вы уже занимаетесь, почему, потому что здесь вам говорится, если в той работе, то есть, не надо ждать, когда придет мое предназначение, у меня там что-то откроется, и я буду заниматься, нет, начните уже сейчас из того, что вы делаете, как только вы поменяете отношение к той работе, которой вы занимаетесь, мне надо момент, когда вы найдете смысл в ней, и когда вы найдете духовность в том, что вы делаете, да, тогда вы свой мозг научите так мыслить, и, возможно, уже новая работа, новая профессия, которую вы обретете, если бы она будет как вариант, да, тогда уже ваше отношение к ней, оно будет новое, то, что вы привыкли, то есть сначала нужно из того, что мы имеем, боже, такое ощущение, как я туплю, я не знаю, здесь такое ощущение, либо меня кто-то не понимает, я как этот, замороженная, этот, с замедленными кадрами у меня все идет, вот, либо я в тумане, либо у кого-то здесь такая ситуация, кто не видит прояснения, то есть нужно научить свой мозг из того, что у вас уже есть сейчас, работать, находить духовность и смысл, и только после этого, возможно, вам как вариант, да, то есть научившись, проще говоря, когда вы научитесь ценить то, что вы имеете, да, тогда вам дадут действительно ценное, потому что пока вы не научились, вы к этой ценности будете не готовы, вы ее тоже запорите, то есть человек, который, допустим, не разбирается в золоте, для него это будет просто побрякушка, которая блестит, и не важно, сколько она карат, и не важно, допустим, это там алмаз, либо еще что-то, это просто хрусталик, это просто стекляшка, вот здесь вот работа, вот что вам хотят донести, прям такой пример, иногда в моей голове в потоке, такое придумают, такое скажут, вот, вот это вот из той же категории, не знаю, почему захотелось, может быть, кому-то это прояснение было важно, хорошо, и последнее, давайте я еще раз посмотрю, что хотят рассказать о вас ваши деньги, напоследок, да, игра, вот я говорила сегодня, да, о шахматном выкладке, и вот краски двойка ума, игра, да, вы как будто бы с деньгами играете, и они вам приносят иногда какой-то некий такой стресс, напряжение, да, когда вы, вот вы когда забываете быть, ну, находиться в легком таком состоянии, да, в спокойствии, вот, у вас включается стресс, и вы хотите все контролировать, хотите все управлять, здесь такое ощущение, что деньги, они как будто бы, ну, вот, подстебывают вас, да, они как будто бы, у меня такое вот ощущение, да, не то, что они издеваются над вами, нет, а наоборот, они как будто бы, вот, энергия, как будто бы они играют, да, как будто бы они вот вам бросают вызов, а ну-ка, типа, догони нас, а ну, попробуй нас схватить, вот, и они вызывают вас вот на эту игру, и когда вы ведетесь на это, тогда вот они и к вам так относятся, играючи, а как надо, ну, то есть убегают от вас, а как надо, да, а вот здесь вот упадает общение, ну, просто общайтесь с деньгами, да, разговаривайте с ними, как, да, за рождение, здесь вот такое ощущение, да, как будто бы, включайтесь, как в процесс магии, да, то есть я с тобой разговариваю, как с неким таким, ну, деньги, это для меня как будто некий такой дух, да, вот, с которым я общаюсь, и почему-то деньги хотят, чтобы вы с ними общались, либо вы уже, да, это будет приносить вам радость, то есть здесь как будто, вы знаете, вот некий такой ритуал, относитесь к деньгам, ну, не с точки зрения такой серьезности, да, потому что они будут вас, ну, вот, как дьявол искушать, они играются, то есть когда вы к ним серьезно относитесь, они с вами играются, они от вас убегают, вот, тем более, что у вас уже был такой опыт в прошлом много раз, они хотят, что вы относились к ним, знаете, вот как-то вот, есть вот всевозможные ритуалы, допустим, получили деньги, да, неважно, когда утром, днем, вечером, неважно, оставьте их в стороночке, да, пускай они переночуют, да, можете поговорить, что вот здесь ложись, полежите, переночуете, адаптируйтесь и привозите своих друзей, то есть вот когда вот что-то такое, да, может быть, какие-то практики Симарона, вот почему-то деньги хотят, чтобы вы как-то вот магически к ним относились, а почему, у меня же самой любопытно стало. И вот здесь вот как раз-таки единица материи, проявления, а так они будут с вами, ну, будут увеличиваться, проявляться, то есть вы как будто бы станете замечать больше возможностей, откуда можно, они будут проявляться у вас в пространстве, не то, как заработать, нет, а вы как будто бы возможности будете видеть в пространстве. Знаете, вот как этот, под колпаком, ну, манипуляторы есть, да, там из шапки иллюзионисты, оп, вытаскивает зайца, а вы как будто бы вот из этой шапки не яблоко и не зайца, а деньги будете, то есть засунули руку, там ничего нет, оп, вытащили, вот что-то здесь такое сейчас, вот прям вижу, кто-то мне пишет, Элени, где найти такую шапку, честно, ну, прям вижу, кто-то уж прям захотел. Да, и вы тогда будете, типа, ну, напокоить так спокойно, а деньги, ну, здесь вот какой-то такой вот магический процесс происходит, я не знаю, я не могу объяснить, вы мне напишите, может быть, вы магичите, да, как если бы моя прекрасная коллега Наталья, если сейчас мыло, она бы сказала, я делаю мыло, мыло на деньги, да, по аркану солнца, здесь вот как-то так, да, намылся, намылся этим мылом, и оп, волшебство случилось, и к тебе денежки пришли, вот, мыло солнца, не знаю, почему так пошло, хорошо, а, интересно, какой день недели сегодня, когда же у нас будет пятничная акция, кто мне подскажет, какой день недели сегодня, вот у вас такое бывает, да, вот я же говорю, я тормоз после третьей позиции, у кого-то очень сильный стресс, у меня прям голова начала болеть от стресса, а, значит, на следующей неделе у нас будет акция, я так понимаю, что сегодня среда, вот, да, на следующей неделе у нас будет пятничная акция, или на этой неделе, не буду врать, в общем, считайте, первая и третья пятница месяца, пятничная акция, приходите, если хотите прийти на консультацию, в описании к этому видео есть все необходимые ссылки, куда нажать, что нажать, то есть, ну, постарайтесь просто покрутить чуть ниже, не только почту, обычно я как делаю, увидели мою почту, и сразу мне на почту пишут какие-то там свои вопросы, все такое, хотя нужно было вот, ну, прям на полсантиметра ниже спуститься, и там была вся информация, допустим, как прийти ко мне на консультацию, сколько это стоит, что нужно сделать, либо как записаться на пятничную акцию, да нет же, надо на почту написать и узнать. Ах, веселые мы все-таки люди, я вас люблю, я вас со всех обнимаю, пояселились мы сегодня с вами, жду вашей обратной связи, благодарю вас за лайки, благодарю моих новых подписчиков, и до пятницы, пока-пока!